приветствую вас дорогие друзья на своем канале меня зовут дмитрий тихонов и сегодня я вам хотел бы рассказать о том как я пользовался 17 лет связью мтс и почему я решил перейти на другую связь для кого предназначено это видео прежде всего для тех кто продолжать пользоваться мтс связаться с мтс банками какими-то кредитами и в принципе я могу вам рассказать каких-то подводных камнях кто хочет взять рассрочку в этом банке пользовался я связью мтс 17 лет в принципе первые 10 лет были достаточно так удобная связь очень удобный тариф и по деньгам это было достаточно приемлемо и даже дешевле чем у остальных операторов наверное только теле 2 был дешевле но у теле 2 была плохая связь то время мтс была одна из самых лучших связей по стране так как я много путешествовал мне эта связь очень устраивало но через десять лет начались проблемы под по моему там поменялись учредители если я не ошибаюсь хозяева начался повышаться тариф почему-то мтс стала браться не везде вот я сейчас работаю у меня мтс там практически вообще не берет у меня две симки 1 теле 2 2 мтс и теле 2 берет практически везде и по стране я был в крыму там тоже теле 2 берет с чего все началось с того что года три назад или 4 я уж так не помню я взял в кредит жене iphone за 60 тысяч взял я это в мтс салоне потому что на тот момент это было наиболее выгодно еще набрал доп оборудование на 9000 все вместе у меня получилось 69 тысяч и мне должны были вернуть кэшбэк 4000 я брал этот телефон марте 25 марта как я сейчас помню и кэшбэк мне должны были вернуть на карту через 14 дней в общем и мы все оформили я отказался от всех каких-то дополнительных всевозможных услуг и мне получается прошло 14 дней и никакого кэшбэка не пришло я пошел в салон связи спросил что за дела и в итоге написал заявление которые должны были рассматривать 30 дней через 30 дней опять же никакого кэшбэка не пришло но я сначала думал плюнуть на это дело он потом пошел из принципа потому что ну как то вообще там наплевали вообще на все какие-то договоренности я стал в этот салон ходил вагон рядом с дом находится ходить каждые там четыре дня и спрашивать как дела мне дали какой-то телефон мтс банка тогда мтс банки были не везде открыты еще не в каждом районе вообще там по моему их вообще не было в итоге я взял телефон позвонил этому менеджеру мне тоже сказать ничего внятного не сказали потом я написал еще два заявления в течение двух месяцев и только в июле когда поняли что от меня вообще не отвязаться они мне перечислили этот кэшбэк то есть представляете скольких скольких людей они получается кинули на кэшбэк то есть это уже такое не очень честное действие с их стороны и тогда у меня был первый звоночек что чё там не то когда я стал платить эту рассрочку там было кстати написано в рассрочке кредит я сразу установил приложение и отслеживал все свои платежи хочу сказать что мтс банк это самый жадный банк с которым я имел когда-либо дело как они там написали кредит хотя это была рассрочка списывался практически вот если мне надо было заплатить 26 тонну в ночь 25 на 26 списывался в 12 часов ночи представьте если бы я там допустим не заплатил бы то получается место сразу шли какие-то проценты там на кредит то есть в этом плане они очень жесткие два года и постепенно и даже пораньше я выплатил полностью кредит я так ради эксперимента закрыл его в точности то есть какая была сумма не переплачивая так такое закрыл и когда закрыл списал все я посмотрел в приложении увидел что там я должен 3 рубля теперь о чем это говорит что если бы я погасил всю сумму и не пользуюсь приложением то эти три рубля допустим могли бы через там год с небольшим превратиться в несколько тысяч и тогда бы мне об этом уже конечно же мтс банк напомнил такие истории я слышал поэтому я был к этому готов ну естественно я все погасил и и как ни странно когда оформили мне рассрочку вот эту они зачем-то открыли на меня два счета и далек банковскую карту я пошел в офис мтс закрыл эту карту написал заявление на закрытие счета счет они мне сказали закроют через месяц или даже по два месяца ну в общем заявление я у них не взял это я просто написал ушел карту тоже карту я увидел в приложении что они закрыли и дальше я стал отслеживать закрытие счета то есть через два месяца закрытие счета не произошло они уверяли что он бесплатный но кто его знает то есть бесплатный не бесплатный но может быть потом за него пришлось бы платить деньги за этот счет в общем я пошел через два месяца в банк прихожу спрашиваю почему счет не закрыт уже все сроки прошли там девушка посмотрел и сказал что просто забыли закрыть то есть тоже если бы я опять же не зная таких тонкостей так бы это все оставив впоследствии мне может быть какая-то пришла сумма за сам счет заведение счета то есть такое в банках тоже практикуется и поэтому это тоже все надо знать и в итоге я написал второе заявление попросил чтобы поставили все печати все подписи мтс банка и забрал это заявление через три дня получается мне этот счет полностью закрыли вот так я разошелся с мтс банком то есть зная о всех подводных камнях поэтому у меня вот так все получилось хотя не все гладко вот с такими вот как сказать хитростями так что когда будете брать мтс рассрочку надо класть деньги заранее нельзя ни в коем случае закрывать кредит точно то есть ставьте приложение все отслеживайте потому что очень легко попасть деньги может быть на несколько тысяч которых вам расскажут на следующий год ну вот это будет конечно такой звоночек насчет мтс банка но я все равно не стал отказываться от мтс связи и все продолжал ей пользоваться и принципе пока не он это устраивал пока не начались такие звоночки как что-то вот какие-то сплошные переплаты постоянно к заканчивались деньги на телефоне у меня даже при обычном тарифе уходила там рублей 700 800 в месяц как-то это был второй звоночек и третий звонок когда не полностью вот этот подставил мтс это когда вот начался операция коронавирус в стране я по моему 20 7 марта вышел на улицу у меня платеж должен был быть по мтс у 4 апреля и от вас пор марта выхожу на улицу и мне пишет что не хватает денег я не могу позвонить никуда мне надо срочно позвонить выйти в интернет и вот это было окончательное мое решение когда я решил все с этой связью порвать но не сразу я начал туда кидать по 100 рублей у меня эти 100 рублей постоянно сжирались хотя у меня тариф там 350 рублей то есть оказывается мтс в одностороннем порядке поднял без всяких смс там оповещение мне тариф вот он так на помог нашим гражданам тем что мтс связь подняла тарифы и в общем это был мое окончательное решение перейти на другую связь и когда я пошел 28 марта переходить на другую связь я пошел переходить на теле 2 пришел в этот офис получается в 12 дня и продавец посмеялся что я уже 4 кто переходит с мтс на теле 2 вот за это только утро то есть получается народ оманулся вообще толпами менять этот эту связь мтс на другое более что ты рациональная в мтс у меня было 300 минут и что-то там 20 гигабайт а в теле 2 у меня за более меньшую сумму за 360 рублей получилось 400 минут и 30 гигабайт интернета вот вдумайтесь и связь в два раза лучше при оформлении за него буквально там минут 10-15 и и потом в течение по моему 10 дней то есть я пользовался мтс картой потом в какой-то момент она перестала работать я переставил теле 2 карту и все у меня прекрасно заработало но единственный момент что если у вас минус на мтс и вас не переведут на теле 2 поэтому вам надо поступить таким образом вам надо через приложение перейти на тариф если у вас платный допустим 350 в месяц вам надо перейти на тариф который без абонентской платой чтобы у вас был какой-то плюс на счету но тут тоже есть подводные камни я перешел через приложение на этот тариф и в итоге там по умолчанию была подключена опция какая-то опция которая у меня постоянно его деньги там по 30 рублей в день и я опять же оказался в минусе слава богу я это увидел быстро отключил эту опцию через приложение и спокойно перешел на теле 2 еще на теле 2 я зашел в приложение мтс у меня вообще не было доступа никакого уже и все деньги которые у меня были на мтс и я не смог им воспользоваться получается такое воровство у меня знаете такое облегчение какое-то я решил с вами в этом видео поделиться чтобы вы не попадали в эти ловушки чтобы вы знали что бывает знали что есть более что-то лучше не держать за связь то есть вы переходите на другую связь с сохранением номера то есть практически у меня мтс ский номер но я абонент теле 2 а я дорогие друзья желаю вам чтобы вы не попадали что ловушки обрекли свои деньги от мошенников не давали себя обмануть никак всем удачи всем до новых встреч а мтс прощая и и и и и и и